здравствуйте друзья здесь демитков юрий ну что все ждут кризиса да а в это время все потихонечку растет давайте посмотрим на состояние рынка и так посмотрите сейчас мы видим американский рынок s&p 500 вот он это вот это вот здесь падение в конце прошлого года потом он рос потом немножечко падал в августе давка в августе он начал падать но сказать подергался подергался сейчас индекс s&p 500 находится на максимуме 3081 25 бьет все рекорды s&p 500 видим да вот сейчас мы посмотрим это дневной график вот часовой график посмотрим вот он на максимуме что будет дальше я не знаю что будет дальше будет расти падать но вот он на максимуме мы это видим под разговоры о кризиса напоминаю теперь дальше что у нас с вот так выглядит индекс s&p 500 если посмотреть в основном зеленые поля красные к сожалению фармацевтика всякая health care вот и к сожалению у меня куплены акции файцер вот они вот эти пфм но они в хорошем минусе сегодня вот так что у меня сегодня но не лучший день но зато они недавно дали очень очень хороший отчет вот давайте сейчас я попробую на них нажать вот акции дали очень хороший отчет они подросли но пока еще в минусе конечно у меня но тем не менее сейчас они у меня подросли здесь дэйли интродэй не получится скорее всего да не получится говорит подпишись на платную версию вот но тем не менее вот они у меня подросли вот теперь дальше что мы посмотрим еще а еще мы посмотрим на акции индекс вот они яндекс на бирже nasdaq дело в том что вчера был день единства у нас выходной день но nasdaq в америке все торговалась и в принципе все было нормально вот акции вчера подросли из 33 45 до 34 24 то есть на 1 доллар на nasdaq они подросли я ожидал что акции яндекс сегодня вырастут но акции яндекс сегодня да они выросли и я их купил но потом они резко снизились ну потому что вот не один я такой хитрый многие были хитрые и люди поспешили зафиксировать прибыль они продали эти акции они несколько упали то сейчас я в некотором минусе нахожусь по яндексу но тем не менее я не переживаю они вырастут вот но по поводу остальных акций что здесь можно сказать полиметал полиметал ну продолжает расти акция это завод добывающая компания вот у меня вы видите желтеньким позиции открытая давно давно вот полиметал вырос но как давно относительно 42 56 рост этой позиции вот где-то здесь она открыта у меня в июне месяце я говорил что надо вкладываться в золото добывающей компании я вложился вот она пожалуйста вот что по поводу распадской распадская у нас падает вот падает продолжает падать вот моя текущее состояние но распадская здесь я ее перепокупал потому что но мне нужны были деньги где-то как раз в этом месяце в июне и поэтому я их сначала продал а потом закупил меньшим лотом поэтому у меня здесь текущее падение на самом деле их покупал еще по 99 рублей то есть в общем то в принципе я здесь в плюсе еще по распадской вот яндекс я уже показал новотек компания которая занимается сжиженным газом вот она подросла у нас подросла а я не показал вам индекс ртс вот что я вам не показал давайте я вам покажу индекс ртс это российские акции которые котируются в долларах вот они пожалуйста российские акции дневной график вот посмотрите на него вот индекс ртс с мая месяца начал расти потом в июле начал падать в августе он был на минимуме потом снова вырос потом снова упал к октябрю месяцу вот и с октября месяца новогодние ралли что ли я не знаю но он растет понимаете 146 сейчас на 146 тысяч четыреста пятьдесят долларов это индекс ртс 146 450 вот поэтому очень неплохой результат он пока растет где кризис вы видите кризис нету кризиса вот давайте посмотрим что с валютой происходит вот валюта 63 1850 доллар стоит понимаете то есть он доллар дешевеет а что это значит значит рубль укрепляется ребята вот кто хотел кто говорил что надо вкладываться в доллар и все побежали все в доллары рубль укрепляется вот что там дальше еще с акциями хотел показать яндекс система шикарная компания выросла вот она у меня в портфеле понимаете выросла система газпром в космос летим в космос с газпромом вот он у меня газпром вот это вот это что у меня а эта позиция у меня здесь она оранжевым цветом я ее докупал немножечко по 236 буквально вот ничего растет потихонечку вот и и будет расти куда ему деваться новотека жиженый газ газпром просто газ гмк норникель индонезия объявила закрытие шахту вот где-то здесь вот все хорошо сургут нефтегаз сургут нефтегаз но немножечко дернулся вниз ничего страшного так то от нефть в космос все идет вверх но не буду показывать обувь россии там это не та компания на которую надо обращать внимание ну хорошо вот обувь россии но она она дает шпильки вот я за ней просто слежу потому что это очень маленькая компания здесь можно хорошо заработать в моменте вот я зарабатывал вот на этой шпильки я наконец-то заработал кое-что хотя бы вот алроса алмаза добывающей компании посмотрите ну она очень глубоко в минусе за последнее время вот и помним да у нас нота и в ноту входит компания алроса она выросла сейчас мы это увидим вот газпром нефть полюс тоже золото добывающая компания здесь 30 минут график давайте недельный включу уже вот полюс растет с этого года вот она в мае немножечко припала но тем не менее растет растет и растет вот здесь у меня зелененьким стоит ловушечка так называем про которые говорил это заявочка take profit на покупку если она упадет до сюда она купится у меня нормально все вот лукойл давайте посмотрим лукойл лукойл там была нас это информационная вброс говорят что лукойл будет расти там сургут его хочет купить акции резко выросли вот но они потом после этого упали сейчас продолжает расти лукойл объявляет buyback по моему там со следующего месяца что он будет скупать акции будет он расти лукойл вот ну если посмотреть на мтс она растет ну мтс и система это близнецы братья система владеет мтс am поэтому у меня есть система в портфеле я мтс не беру но можно брать мтс можно систему и мтс и систему я не рекомендую брать потому что это одно и то же вот вот компания сбербанк привилегированные они ну вот так вот они выросли сейчас что у нас дальше идет еще из интересного вот еще есть компания детский мир которая здорово выросла но это тоже система вот она входит в систему у меня система вот fxgd и т.ф. что это такое это и т.ф. на золото кто-то у меня спрашивал надо ли покупать золото и как его можно покупать самый лучший вариант это купить и т.ф. вот этот вот fxgd и т.ф. пожалуйста вот он вот ну золото немножечко упала когда она упала с сентября месяца немножечко она упала ничего страшного вот ну вот так вот но когда я покупал он был где-то там снизу это было год назад вот я покупал структурный продукт на вот именно этот fxgd и т.ф. он существует кстати до сих пор по моему можно его приобрести вот ну что еще вот облигация моя россия 28 170 78 1707 долларов стоит за штуку в данный момент вот она у меня я покупал по 1650 вот ну и плюс там ежедневно начисляется купонный доход очень хорошая штука в валюте вот нормально так что у нас еще у нас есть ленэнерго будем смотреть давайте посмотрим вот ленэнерго она значит вот здесь вот видите падение резко это что это дивиденды вот все тут нормально так сургут нефтегаз преф и мы смотрели так здесь дневной график давайте мы его сплющим немножечко вот здесь были дивиденды потом она упала ниже дивидендов потом выросла на каких-то слухах вот значит трин 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 ну идет вверх потихонечку вот что у нас еще из интересного ну давайте ноту покажу свою ноту с нотой вообще все очень весело получается я говорил но ты открыл кто-то говорит но то этого все риски страшные потому что туда компании подсовывают там нлмк надо шортить но если сейчас но то прямо сейчас закроется вот сейчас минимальная акция все равно в плюсе то есть она прямо сейчас ну как бы будет период наблюдения то прямо сейчас она и закроется не проживет и ну как бы месяц и период ближайшие наблюдения 29 ноября посмотрим если хоть одна акция окажется ниже нуля то будет все печально давайте посмотрим как это выглядит в личном кабинете вот он личный кабинет у меня и посмотрите как это выглядит в личном кабинете сделан вот такой приятный очень график посмотрите и здесь вот они все эти акции здесь график есть он будет дальше продолжаться здесь совсем мало еще прошло времени поэтому он так выглядит но можно посмотреть на все эти акции вот посмотрите это алроса находится выше вот он барьер отзыва выше чем барьер отзыва московская биржа рванула вверх она выше чем барьер отзыва значит нлмк видим выше чем барьер отзыва да и сбербанк тоже выше чем барьер отзыва сбербанк настоящий момент на минимальных уровнях это худшая из четырех акций сбербанк привилегированные и тем не менее она выше чем барьер отзыва в данный момент вот так вот смотрим посмотрите вот здесь баба базисные активы на написано базовые активы вот барьер отзыва видите все красненькие что это значит это значит что если прямо сейчас акции прямо сейчас будет период наблюдения то эта нота закроется я думаю что с большой вероятностью она закроется в ближайший месяц и я получу 20 процентов годовых то есть 20 12 процентов за один месяц ну нормально в принципе ситуация вот насколько они выросли вот минимальная ну я значит не знаю здесь можно посмотреть нет нельзя посмотреть а вот здесь у меня можно посмотреть вот она минимальная акция сбербанка вот 0 23 на 0 23 процентах худшая акция выросла лучшая акция выросла на почти на 5 процентов в мосбирже выросла вот но что такое пять процентов я так получу на самом деле не 5 процентов а я получу на самом деле меньше то есть если бы я все свои деньги угрохал в акции мосбирже рискнул то конечно я получил бы больше по данной ноте но не факт что она не упадет дальше потому что она была ниже почему выросла мосбирже я не знаю вот но структурная нота опять же я говорю надо смотреть по минимальной акции и 20 процентов годовых меня бы вполне устроила получать постоянно по 20 процентов годовых вот и ну что я могу сказать в заключение друзья мои то что инвестиции вы видите на фондовом рынке дают достаточно нормальную доходность можно получать вот 20 процентов да и немножечко рискую совсем немножечко потому что если эти акции упадут на 14 процента я все равно буду получать 20 процентов годовых вот и более того смотрите сейчас ноябрь месяц уже до нового года осталось всего два месяца ноябрь и декабрь то есть сейчас в общем то лучшее время пополнять индивидуальные инвестиционные счета я хочу вам напомнить об этом и в ближайшее время я именно это и сделаю то есть мы намерены вот женой посоветовались мы намерены пополнить уже брокерский счет на именно и из индивидуальный инвестиционный счет и на этих индивидуальном инвестиционном счете но у нее открыт модельный портфель сейчас и также мы купим мы решили что приобретем две ноты об этом я расскажу чуть попозже пока еще мы этого не сделали но я думаю что в ноябре месяца мы сделаем это и приобретем там две ноты то есть но 200 тысяч рублей мы вложим в эти самые ноты почему потому что но после нового года я ожидаю некое падение рынка вот а ноты дадут доходность это очень хороший инструмент вот что еще я хочу сказать что ну понятно что надо держать руку на пульсе вы видите что 20 процентов годовых получать можно здесь это не запредельные проценты здесь не надо сильно очень рисковать даже не надо очень много понимать но если вы хотите понимать больше то конечно биржа для чайников это ваш инструмент который нужен просто пройти биржу для чайников и вот в предыдущем видео я рассказывал про людей которые потеряли там одна женщина миллион рублей значит и там практически шансов никаких другая женщина тысяч там 300 с небольшим но у нее шансы как раз есть все вернуть свои деньги потому что она еще никуда там не вложилась к счастью вот и это очень жестокие уроки потому что ну захватит согласитесь миллион рублей платить за один всего лишь урок что не надо гнаться за доходностью в 30 процентов годовых но мне кажется это дороговато дороговатый урок получается за миллион рублей а бирже для чайников можно приобрести там 5-7 тысяч в принципе абсолютно разумные деньги и получать при этом но нормальную доходность а не терять миллионы поэтому милости прочим ссылочку вы вон там вон найдете вот на буквочку и если нажмете биржа для чайников выскочит пожалуйста регистрируйтесь получаете знания и сейчас поставьте пожалуйста лайк оставайтесь на моем канале будет много всего интересного я буду держать вас в курсе всяческих событий на сегодня все спасибо за внимание с вами был демятков юрий до встречи